Друзья, всем привет! Сегодня у нас видеообзор ZEVS 3500M. Был у нас 3000M, сейчас 3500M с обновленной видеокартой. У нас сейчас идет GeForce GT 630 на 2 гигабайта оперативной памяти. То есть, если вы помните, изначально с 3000M шел с GT 220 с гигом оперативы, потом были модификации 70 по 70, и вот сейчас модификация идет GT 630 с 2 гигабайтами оперативной памяти. Традиционно все игры, которые указаны в описании, естественно, их могут вам бесплатно поставить. Я только сейчас протестирую две основных игры, по которым чаще всего задают вопросы. Это GTA V, и эта игра называется у нас мегапопулярная Мир Танков. По старым характеристикам 8 гигабайт оперативной памяти у нас идет, и процессор Athlon 2X2. Вот, версия 265, 3.3 ГГц, это по умолчанию идет. 64-битная разрядная система, 8 гигабайт оперативной памяти максимально, можно расширить аж до 16. И наша видеокарта, герой сегодняшнего обзора у нас идет. Так, что у нас здесь? Видеокарта GT 630 с 2 гигабайтами оперативной памяти, видеопамяти на борту, да? Хорошо, давайте запустим GTA V. Идет он на высоких настройках, как и Мир Танков. Кстати, все запускается на высоких настройках. Если мы говорим о сегменте данного компьютера, безусловно, его можно рассматривать как домашний ПК, со всеми возможными функциями. То есть, это работа с офисным приложением, просмотром видео, Full HD, в разных кодеках. То есть, без проблем. Это полноценная мультимедийная станция. Плюс к этому мы имеем возможность еще поиграть. Благодаря хорошей встроенной, не встроенной, а дискретной видеокарте. То есть, здесь есть встроенная видеокарта и есть дискретная, это GT 630. Безусловно, потом у вас есть задел для апгрейда. Эти материнские платы установлены в блоке Fujitsu, кстати, да? Уйдется, кстати, в обновленном блоке Fujitsu. Полностью оригинальный системный блок, система вентиляции оригинальная. Есть возможность апгрейдить, есть возможность аврелокинга. Там даже поддерживаются феномы. Видеокарты можно вставлять вплоть до этих топовых, которые сейчас там идут в GT 9 серии, 10 серии. Но если в этом необходимость, в принципе, я не вижу. Сумасшедшие обосновные деньги стоят, а эффект... Ну, да, можно почувствовать. Но при этом за небольшие деньги можно комфортно поиграть в такие игры. GTA 5, мир танков. Зачем платить больше? Ну, если, конечно, деньги есть, безусловно, лучше купить себе там ком за 30-40 тысяч гривен. Ну, о чем мы говорим, не у каждого есть такие деньги. Но у многих у нас есть желание поиграть и попользоваться. Так что, из-за того, что у нас нет денег, не реализовать свои мечты? Нет, есть оптимальные сборки компьютеров. Кстати, европейских оригинальных компьютеров. Вот в данном случае мы видим оригинальный и монитор, и системный блок. Кстати, в этом все отлично работают связки. Поэтому, если вам необходим и монитор, то рекомендую приобрести. При его достаточно оптимальной диагонали мы имеем хороший FPS, потому что нам достаточно разрешения, в принципе, где-то 1200 на 800. При этом, картинка детальна и производительность максимальная. Нежели там покупать себе 20-ку, монитор с Full HD разрешением. И поэтому жаловаться, что у меня плохой бысодействие. Ну, естественно, если ты уже купил себе такой большой монитор, покупай себе и компьютер, там, стоимостью 1020, как пример, да, 1020-15. Поэтому все, нужно иметь оптимальное разрешение. Так, что у нас? Загрузились мы. Это я вышел. Так, что у нас со звуком? Кстати, у нас монитор же со звуком. Давайте мы его прибавим чуть-чуть. На пляжу мы видим, есть тени. То есть я не отключал. На самом деле, можно повысить значительно быстродействие, отключив тени, снизив текстуры. Здесь текстуры стоят высокие. Зарешение 1280 на 800. Поэтому, как бы, высокое качество игры. Ну что, давайте попробуем найти какую-то машину. Мы на пляже. GTA 5 отличается тем, что тут есть большое количество ватт-транспорта. О, вот наша машинка. Так, а ну-ка, ребята. Так, кыш, кыш, кыш. Ой, драться. Ой, надо бежать, 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 бежать. А, сейчас навалять их много. Их много, их много. Сзади бьет, бьет сзади. Так, а ну-ка, жертвец. Куда, 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 куда. На тебе вот так. Хопа. Такой хэч. Еще один. Держи. 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 Ладно, не будем оставаться на этих неудатчиках. Давайте лучше прокатнемся. Семен туда звонит по телефону. Вот наша машинка, красавица. Ой-ой-ой. Так, что у нас там еще есть? Красивая, бессловно, игрушка. Очень красивая графика. Красивая прорисовка. Система повреждений. Ну, в общем, в пятом они добились существенного прогресса. Кстати, а нам сейчас, может быть, какой-то чит-код включить наружу, к примеру. Давайте попробуем. Выйдем. А ну-ка. А ну-ка. О, холошман. Ах, не получилось, не успею. Ничего, сейчас мы попробуем в следующем. Итак, дубль два. Сейчас попробуем все-таки не попасться в полицию. Введем код. Та, что это за звонки, по-стану, такой настырный чувак звонит. Так, что у нас? Калашматик, да? Давайте кого-нибудь попробуем, так сказать, проверить на прочность. Кстати, посмотрим, как храткое повреждение автомобиля. Очень интересно. Посмотрим. Плюс у спустила. Стекла вылетают. Задняя вылетела. Стопаки можно разбить. Покрышки. Что еще? Остаются следы от пули, видим. А ну-ка. Да, все разлетается. Все, на этом шейте далеко не уедешь. Что у нас еще есть прикольного? О, где вы? Ловить. Прикольная штуковина. Анти-полицай. Так, что у нас еще? Повторюсь, это высокие настройки установлены. Лови. Хочешь перехитрить меня? Лови. Попробуем покататься, если нас не убьют. Давай, 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 успеем. Есть. Поехали. А ну, дороги. Да, все, нас убили. Ну, видим. Так, следующая игра у нас, это мир танков. Мир танков. Заходим. Запускаем. В мир танков, кстати, настройках выстроены высокие текстуры. Так что, идет на высоких настройках. То есть, как в GTA 5, в мир танков я выстроил именно высокие текстуры. Настройки по теням, по остальному идут средние, но текстуры идут высокие. Так. Так. Продолжение следует... Так, мы в игре. Давайте выберем какой-нибудь танчик, чтобы покататься. Ну, льва, к примеру, и в бой. Продолжение следует... Так, загрузились мы. Это высокие настройки. Видим, да, в качестве обрисовки, спецэффекты, тени присутствуют. Сейчас приближу, даже смотрим, да, все аккуратненько, красиво. Даже придраться не к чему. Отражение, все есть, видим, все спецэффекты есть. Тени тоже присутствуют, видим, да, при повороте башни. Все у нас есть. То есть, это высокие настройки. Можно снижать настройки, повышать там FPS, там 60, даже 70 можно добиться, 80 FPS можно добиться, кому интересно. Ну, мне кажется, что лучше FPS около 30, и при этом имеем хорошую, красивую графику. Куда поедем? Что-то поперся я за эстехами, ну ладно. Будем считать, что такая вот неказистая эстеха. Видим, нет фризово-провисаний, что там объект. Мы без арты играем. Кому-то из наших уже наваляли. Кто-то у нас выхватывает там, а, есть третий, понятно, мой коллега. Говорит, на его месте должен был быть я. Так, живой еще есть третий. Кто там по нему? А, батичат. Батичат. Нет, батичат там спрятался, мы его не достаем. Мы, конечно, можем в кустики заехать и отсюда попытаться что-то изобразить, но мне кажется, что это не будет иметь какого-то большого успеха. Все они где-то за горами. Толку от настоящих здесь, наверное, немного. А нет, ты глянь, уже наваливают. Уже наваливают, чем-то конкретно. Тот же батискап наваливает. Ты глянь, какие они тут все крыткие. А, понятно, там этот бульдог был. Бульдог. Ну, что мы там? Лови. Ой-ой-ой, я кого-то убил. Какое... Я чем-то помог своей команде, кроме смерти, кстати. Что не может не радовать. Ух-ху. Как он быстро уехал. Что там еще у нас? Может быть, выкатилось неосторожное. Понятно. Все остальные решили, что смерть... А, вот 430-й объект едет. В общем, сейчас нам наваляют. От ангара отделяют ширины и секунды. Даже не знаю, что. Он выйдет или нет, интересно. Привет! Он аж не ожидал увидеть здесь такого красавца, как я. Понятно. Ну, все. Умер. Умер. Каким-то вот эти объект 140 меня, так сказать, отправил в ангар. Ну что, ребят. Можно подвести итоги. Это был обзор системного блока в исполнении с видеокарты GT 632 ГБ. Что можно сказать? Что натянет на высоких настройках современные игры. Безусловно, более комфортного FPS можно добиться снижением настройок. Но, тем не менее, высокий она тянет. Я это продемонстрировал в игре GTA 5 и в игре Миртанка. Все остальные игры, которые схожи по требованиям, будут также идти на ней без проблем. Также Батла 4, Мортал Комбат иксовый, Need for Speed, Новый Реалс, Карим. Все эти игры идут абсолютно без проблем. Все. Спасибо за внимание. Ставим лайк и подписываемся на канал. Будет еще много интересного видео. Всего доброго. Пока.